Девушки отдыхают От моих подписчиков Надеюсь что то будет интересненькое Так что не буду долго разглагольствовать И сразу К разбору полетов Будем скрывать Получил 2 И вскроем Вчера я отправил 1 Победителю И сегодня будем получать от него же Решил он меня тоже порадовать Так что смотрим Будет надеюсь интересно Ну что ребят Вот они две посылочки Это у нас Город Подольск Михаил Б И вот такое Это у нас именно От Ганенко Анатолия Давайте Наверное с этого начнем Потому что письмо Письмо счастья В общем аккуратно Мне Анатолий сказал что аккуратней Не вскрывай Так аккуратно будем вскрывать Так вижу Открыточку ребята Открыточка Ну наверное это Поздравление Как ни как У нас Впереди Грядущие Праздники Так Да Открытка Я угадал С днем Защитника Отечества 23 февраля Да Хочу всех поздравить Кто отслужил Кто будет служить С этим праздником Так Ну внутри Что то у нас Все таки есть Да Что то у нас тут имеется И давайте посмотрим Заклеено скотчем Тоже надо будет Аккуратненько Подрезать Я буду не повредить Ну что то очень тонкое Что там Может быть Гона какая нибудь Или что Бумажечка какая то Видите да Ребят Бумажечка Ух ты Вау Блинский Вы это видите Вы это ребята Видите Блинский Нечищенные Деньга Псковская Деньга Новгородская Деньга Тверская И деньга Московская 1425 По 1910 1920 1478 14 15 Век Монеты Блинский Я такого Честно не ожидал И оформил Смотрите как Блин Как профессионал Вообще классно Офигеть Вот это да Вот это я не ожидал Честно не ожидал Думал Думал Какие то Ну приятные слова Знаки Внимания Открытка Но вот такой Я вообще в шоке Обалдеть Я такую чешую Первый раз вижу Огонь Огонь Блин Анатолий Огромное тебе Спасибо Я в восторге Сохран Просто огонь Я чуть позже Вам покажу В макросъемке Как это все Выглядит Офигеть Огонь Есть там что еще Все К сожалению Пусто Но Вот это За это уже Пальчик кверху Блин Огонь 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 Спасибо Это вот такие Вот смотрите Ай-яй-яй Смотрите Деньга Смотрите какой Сохран бодрый Монеты Периода Раздробленности 14-15 Век И все началось Именно от Дмитрия Донского В 1380 году После более чем 300-летнего перерыва Возрождается Русская монетная чеканка С этого времени Иностранные монеты И сибирские слитки Вытесняются А основной монетной системой Становится деньга Чешуйка Весом менее грамма Имеющая неправильную форму До объединения русских земель Вокруг Москвы Каждое крупное княжество Чеканило свои собственные монеты С именем местного князя На первых монетах Чешуйках Заметно сильное Татарское влияние Поначалу надписи Выполнялись на татарском языке Затем С ослаблением Иго Появилось Русское татарские А при Василии Темном Татарские уже Неразборчивы И присутствуют Только в качестве Подражания Затем они И вовсе Исчезли Псковская В конце 14 века В связи с истощением Серебряных рудников В Европе Цена серебра Резко возросла В Новгород И Псков Перестают поступать Серебряные слитки Таким образом В Пскове 1425 И в Новгороде 1420 Начинается Собственная чеканка Из высокопробного Серебра От других монет Русских княжеств Псковки Отличались Жестким стандартом Оформления На Аверсе Помещался Погрудной портрет Покровителя города Князя Довмонта С мечом В правой руке И левой рукой Прижимаясь К груди На оборотной стороне Изображено Животного И надпись Деньга Псковская С 1399 Псковские князья Называется Московскими Наместниками Год чеканки Этой монеты Нет возможности Определить Так как С 1420 По 1478 А это Года чеканки Этой монеты Сменило Более 19 Наместников И в 1510 Великий князь Московский Василий Третий Прибыл в Псков И объявил Его Своей Вотчиной Новгородская Деньга Новгородка Серебряная Деньга Выпуск Который Начался В Великом Новгороде С 1420 Года Деньга Новгородка Времен Ивана Третьего На лицевой Стороне Изображен Стоящий Или Впоследствии Сидящий Вотчинник Новгорода Принимающий Дары От стоящего Перед ним Новгородца На оборотной Стороне Надпись Великого Новгорода Новгородская Республика Самое крупное Государственное Образование На территории Древней Руси Подчинявшись Киеву Возникло В 1136 Году После Свяжения Местного Князя В период Наибольшего Развития Территория Республики Доходила На севере До Белого Моря И на востоке Распространялась За Уральские Горы В 1476 Московская Радь Осадила Новгород После чего Произошло Окончательное Включение Новгородских Земель В состав Русского Государства Ивана Третьего Это последний Выпуск монеты Независимой Новгородской Республики Деньга Великого Князя Василия Васильевича Темного Василий Второй С одной С одной стороны Две звезды И цветок Без стебля Вокруг Надпись Князь Великий Василий На другой Цветок С пятью Лепестками Вокруг Надпись Деньга Московская В результате Правления Василия Темного Были ликвидированы Мелкие Удельные Княжества Создана Основа Для дальнейшего Присоединения Новгорода Пскова И Северо-Восточных Княжеств В период Правления Василия Второго Происходит Полный Отказ От татарских Надписей На монетах Этот Образец Монеты Был Последним Выпуском Князя Чеканка Этой Монеты Продолжалась И в годы Правления Следующего Князя Ивана Васильевича Третьего Ну а Следующие Монеты Нужно Отметить Отдельно Так как Монета Великого Княжества Московского Я провел Грандиозную Работу Чтобы найти Информацию Об этих Монетах Так как Чеканка Этих Монет Несет Огромные Разновидности Насчитывается Более Пяти Тысяч Этих Типов Чекана Деньга Великого Князя Московского Князь Василий Третий Иванович 1505 1533 Глава Человека Под всадником На оборотной Стране Надпись Вязь Государь Всея Руси Это поздний Тип 1533 Года Выпуска Великий Князь Московский При Василии Третьем Продолжено Объединение Русских Земель Вокруг Москвы А также Значительно Усилена Княжеская Власть Ну а Это Другая История Огромное Огромное Спасибо Я между Прочем Эти вещи Покажу Детям В школе Я готовлю Ребят Материалы Сделаю Урок Открытый В школе По истории И вот Эти монеты Тоже Я Покажу Так что Зачет Зачет Огромное Спасибо Анатолию Ганенко Именно Вот За такой Приятный Сюрприз Я просто Потрясен Огромное Спасибо Я такого Еще не раз Не видел Не держал В руках Приятно Подарки Получать Очень приятно Так А это у нас От Михаила Б Город Подольск Ну Я Списывался И я Как бы Уже знаю Что там Внутри Как вы Знаете Недавно Я Нашел Видео Видео У меня Имеется Шув Так И на Шуве Мы Подняли Саблю Вернее Не мы А Илья И я Озвучил Видеосюжеты Что Будем Реставрировать Саблю Или Шашку Как то В этом Роде И вот Человек Откликнулся И прислал Нам Натыльник Вот Такой Натыльничек К сожалению С утратами Но Это все Таки Лучше Чем Ничего Вот Сейчас Я вам Покажу Все Это Поближе Классно Классно Так Ну Сама Шашка Смотрите Деревянная Рукоять Вот Это У нас Латунь Да Или Бронза У него здесь Вот смотрите Клеймо Какое-то Датировать Я не знаю Как Что Именно Если Есть Специалисты Можете Написать Вот И Вот Такое Лезвие Ничего С ним Еще Не делали Илья Его Будет Восстанавливать Реставрировать Хотите Да Будешь Реставрировать Попробуй Я даже Не знаю Вот Такие Вещи Да Здесь Вот Такой Набалдажник Он Такой Вот Был И Немножко Сюда Наезжал На рукоять Да Вообще Красивая Вещица Вообще Отчет Был Что-то Нет Здесь Косичка Была Косичка Была Беревочка Кожевая Ну Хер Я знаю Потому что Уже Там Рука Ну Ну Че Отдадим Руки Мальчишке Который Сейчас Будет Резвиться Блин Ты Как Этот Чапаев Можешь Махать Да Итак Ребята Вы Наверное Очень Хотите Узнать Что За Вещь У 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 Hart У У У У У У которые подходят именно к нашему образцу и да я нашел наша шашка действительно являются шашкой драгунского солдата немножко другого образца шашка именно офицерского и сейчас я вам демонстрирую наш экземпляр которые по всем параметрам очень сильно схожи все формы острие лезвия все идентично как на нашей хочу сказать что данная сабля а в частности шашка является драгунского солдата образца 1881 года такая шашка выпускалась с 1881 по 1909 год возможно наша сабля участвовала в многих битвах по этот год россия участвовала в русско-японской войне 1904 1905 год в первой мировой войне 1914 1918 гражданская война 1918 1920 советско-польская война 1919 1921 а также советская финская война 1938-1940 и конечно же могла принять участие великой отечественной войне 1941-1945 год возможно наша шашка порубила очень много врагов на своем веку так как на шашке имеется большое количество ударов на лезвие и так ребят давайте сейчас поближе вам покажу в макро если кто не знает это у нас тыльник от драгунской сабли обычного солдата но всю информацию я вам сейчас все это покажу сохранчик конечно немножко убитый но это все-таки лучше ничего огромное спасибо миш за такую зачетную надеюсь эта вещица будет по достоинству оценена именно льей потому что сабли находится у него и я помогу ему вот с такими вот вещами я просто потрясен огромное спасибо я такого еще не раз не видел не держал в руках ну и все на этом вот распаковка закончена две посылочки мы распаковали и очень рады тому что нам подарили от души спасибо на этом все всем пока до новых встреч